Снова привет! У нас в студии снова новые лица и сейчас, кроме меня, снова ведущий подкаста радио Ки Алексей Виноградов у нас Светлана. Света Петрович, компания GTIT. Какой подкаст ты ведешь? Я веду подкаст про карьеру для разработчиков, GTIT подкаст. В первую очередь интервью, конечно, не о нас, а о нашем госте Алексей Петров. Компания... Привет! Старый знакомый. Компания сейчас FanCorp. Давай, может, в двух словах я так понял. Я, честно говоря, про эту компанию никогда не слышал. И мне кажется, для русскоязычной аудитории это тоже не самая известная компания. Можешь рассказать, чем вы занимаетесь? У нас очень интересный продукт. Он ориентирован на западный рынок, прежде всего на Соединенные Штаты. По сути, это такой инстаграм с мемчиками. У нас, в отличие от небезызвестной компании, за мемчики не увольняют, а в Slack основным контрибьютором мемчиков является наш генеральный как раз. Мы делаем продукт, где наши пользователи, американские школьники и молодежь обмениваются мемчиками, различными видео, фоточками и так далее. В общем, весело и приятно. А у нас работа сводится к тому, что мы 8 часов сидим с мобильными телефонами и смотрим мемчики. И лайкаете, да? Да, очень прикольная работа. Согласен. У вас, говорят, вакансии есть, да? Да-да-да, есть, кстати. Ищем QA активно к нам, команду. Леха, давай приезжай к нам из Германии. А, кстати, смотрите на резюме, либо вообще на социальные сети, когда трудоустраиваете специалистов? Ну, например, какие шутки постят или еще что-то такое поделись? Ну, за шутки вряд ли. Больше смотрим, конечно, на профессиональные какие-то знания, компетенции, но эпизодически поглядываем, потому что нередко можно заметить такую ситуацию, когда у тебя там на Headhunter резюме, фотография, такой заправский кавалер в пиджачке, открываешь его профайл в социальных сетях и как бы понимаешь, что это первый парень на деревне, но в отнюдь нерабочих вопросах. Поэтому, да, поглядываем. В век информационной доступности и открытости нужно быть внимательным к такого рода вопросам. Леш, твой доклад будет завтра и называется «Как не потерять все полимеры, став руководителем новой компании». Давай так, чтобы не спойлить совсем содержание, можешь попытаться привлечь потенциальных зрителей завтра к твоему докладу? Что там будет клевого такого? Для чего стоит своего смотреть? Ну, вообще, доклад будет, мне кажется, довольно-таки интересен в рамках конференции, потому что сама конференция меня довольно-таки ощутимо удивила. Столько народу. Очевидно, что есть люди, которые только-только встают на скользкую дырошку тем ли да, есть люди, которые опытные. И тем и другим мой доклад будет полезен, поскольку для первых неопытных управленцев покажут, с чего можно начинать работу, будучи тем лидом. А для матерых и закоренелых волков лишний раз даст повод задуматься, каким образом можно улучшить работу своего родного подразделения, какие новые задачи можно им достать, скажем так, из рукава. И при этом еще смотивировать свою команду на достижение высоких бизнес-результатов. Леша, скажи, а вот по твоему ощущению, как лучше становиться руководителем в текущей компании или идти в новую обязательно за этой ролью? На самом деле можно развиваться и как в первом сценарии, так и во втором. Безусловно, когда переходишь из одной компании в другую, это определенного рода стресс. Отчасти об этом я тоже расскажу в своем докладе. И там нужно завоевать доверие, некий авторитет, лояльность среди коллектива, среди окружающих сотрудников. С другой стороны, конечно, проще, если такому благоволит атмосфера в компании, вырасти внутри коллектива, поскольку человек тогда будет знать хорошо и продукт, и стек технологий, процессы. И, возможно, у такого человека будет, ну, скажем так, более мягкая и комфортная жизнь. Однако я склонен считать, что хороший управленец, приходящий извне, может оказать чуть больше пользы, ввиду того, что, когда он приходит в новую компанию, ему все не так и все не то. И он может новую экспертизу привнести с собой, новые знания. А человек, который долгое время работал внутри компании, он может, ну, не то чтобы выгореть, у него может быть такое ощущение, что так исторически сложилось, как говорят, shit happens. Замылен глаз? Да, да, да. Я так понимаю, что ты пошел как раз, ты идешь пока сложной дорогой, да? То есть, доклад будет основан, наверное, на собственном опыте в том числе. Да, безусловно. Ты переходил из компании в компанию сразу на высокие директорские позиции, то есть… Бывало и такое. Бывало и такое. Да, хорошо, слушай, а вот вопрос, у тебя есть такой фирменный стиль, Adidas, ты так на собеседование или на работу ходишь? На самом деле, я всегда стараюсь на собеседование так приходить, желательно на первое, чтобы у людей складывалось правильное впечатление, с кем они связываются, чтобы у них не было потом шока и трепета, что в первый рабочий день я приду в таком виде. На самом деле, этому есть определенное объяснение. Я вырос в многодетной семье, мне всегда очень хотелось спортивный костюм Adidas, но у родителей на тот момент не было возможностей, они занимались тем, тем, что нас нужно было поставить на ноги, и это не приоритетная задача была. Но мне очень этого хотелось, и когда лет в 15 я пошел работать, то свою первую зарплату я потратил на костюм Adidas, тем самым доказав себе, что невозможно и возможно, и стоит осуществлять те цели, которые перед собой ставишь. Тим Лид, здесь бываются мечты. Да, да. Мечты детства, да? Да, в некотором роде. Скажи, ну как ты считаешь, это помогает, вот, твой фирменный стиль, проходить интервью, или ты все-таки больше как для самого такого успокоения? Да нет, на самом деле, эпизодически очень даже помогает, поскольку задает определенный тон для общения. С одной стороны, непонятно, чего от меня можно ждать, с другой стороны, вроде как располагает, что человек простой, на картах может посидеть, семки полузгать. Почему нет? То есть все-таки фирменный стиль помогает? Да, в некотором роде. Например, на конференции всегда сильно проще увидеть знакомые лица, благодаря такому костюму, потому что за версту видно. Я большее количество людей встреч пообщаюсь, получим позитивные эмоции. Алексей, я тебя хорошо знаю по различным QA-конференциям. Скажи, на твоей актуальной работе ты каким-то образом связан с QA? Да, связан, но сейчас в круг моих компетенций входит как раз руководство большим подразделением по обеспечению качества, ПКН-тестирование, клиентское тестирование, автоматизация. То есть все то же самое, да? То есть глава QA как бы? Да. Окей. Слушай, расскажи, вы находитесь в Москве, да? Да, у нас есть офис в Москве, в Лимассоле, в Лос-Анджелесе. То есть у нас такая развернутая география. А какие вообще масштабы вот сейчас? Ну, допустим, наверное, многие, может быть, знают, ты был в компании Mail.ru, там, наверное, были какие-то какое-то большое подразделение QA? Честно говоря, не знаю. Ну, там было у меня где-то около 40 человек. 40 человек. Классные специалисты, суперские. Вот со многими из них здесь тоже встретился. Сейчас тут даунсайзишься или? Сейчас чуть поскромнее команды, ближе к театру военных действий. Но в этом есть тоже свой интерес, поскольку для меня всегда является вызовом работы и в полях, и работы с другим стеком технологий. В частности, у нас в компании по существу проект Mobile Only, у нас только мобильная приложенька. И это интересно с точки зрения того, что, общаясь с коллегами, я сам мращу собственные компетенции по поводу того, как тестируются мобильные приложения, какие инструменты, скиллы, особенности. Да банально даже, когда мы сейчас нанимаем специалистов по тестированию, можно, ну, почерпнуть какие-то интересные моменты, которые я сам до этого не знал. Вот в ходе собеседований коллеги помогают развиваться. А можешь ли ты что-нибудь конкретное? Ты давно уже, кстати, начал работать сейчас? Ну, где-то около полгода. Полгода, но уже, наверное, должен быть в курсе. Вот для более технически ориентированных слушателей можешь ли что-нибудь посоветовать из именно технологий, инструментов? Из инструментов. Из инструментов могу посоветовать. Очень много кандидатов, которые приходят к нам на тестирование. Ну, по сути, тестируют мобильную приложеньку исключительно на уровне Гуя, то есть на уровне интерфейса. Они знают, как кнопочки понажимать, но имеют довольно-таки пространное и слабое представление о клиент-серверной архитектуре. Многие, ну там, я не знаю, 9 из 10 ни разу в жизни не слышали ни про White Shark, ни про Charlic, ни про Meet & Proxy. Это очень важные инструменты, которые позволят вам понять, что же происходит. Банальный кейс, когда кнопочку человек нажимает, у него приложенька не работает. Вот тестировщик, который не знает, что такое Charlic, не умеет работать с X-кодом или с Android Studio, он просто пишет, ничего не работает. А хороший инженер может разобраться в проблеме. Я, наверное, прокомментирую, что Charlic, это имеется в виду Charles, наверное. Да, да, конечно. Если кто будет гуглить, то он по Charlicу, может быть, не найдется. Кличка собаки. Вот. Окей, ну ладно, у нас, кажется, заканчивается эфирное время. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, приходи еще. Был рад встрече и общению. Субтитры сделал DimaTorzok